Алина спрашивает. У меня чувство тревоги, страх, что делаю не так. Всегда спрашиваю совета окружающих. Ощущение нерешительности, нет точного понимания, чего я хочу. Как можно с этим справиться? Вот это то, о чем я говорил. Это одно из перечисленных проблем. Это неуверенность и низкая самооценка. Справиться не можно, а необходимо срочно. Следующим образом. Я закрываю свой рот на замок. Как будто меня зовут Плесецкая, я худею. И я больше никого ни о чем не спрашиваю. Дальше у меня начинает волнение, которое все увеличивается и увеличивается. Например, я как-то одеваюсь, и я не понимаю, как я одета. А мне же Михаил сказал, не спрашивать. И мне прямо тяжело. Прямо хоть на улицу не выходи. Я работаю, и я не спрашиваю ни коллег, ни руководства. Ой, я правильно делаю? Потому что я жду, когда мне скажут. Слушай, ты чё, дура совсем? Ты чё мне принесла? Пусть лучше будет так от них, чем я побегу впереди паровоза и говорю, а я чё, дура, я неправильно их сделаю? Пусть лучше другие это скажут. Я заткнулась по поводу моего макияжа, стрижки, прически, ногтей, вообще всего. Готовки. Вот все, что вас интересует в глазах окружающих, на все это табу. Попробуйте продержаться, ну, я не знаю, месяц хотя бы. Вы увидите, как оно все меняется внутри, как вы вырастаете в своих глазах, как у вас появляется уверенность, как у вас появляется любовь к себе, которую, к сожалению, лишены. Потому что именно другие люди должны вам заменить любовь к себе. Вот. Короче, закройте рот и перестаньте спрашивать, если коротко. Поехали.